Дорогие друзья, всем привет! Мастерская этнических ремесел Степной Дух. Я Валентин Медведь, ведущий этого канала. И сегодня я буду продолжать рассказывать о своем творчестве, о флейтах, о каринах. И одна из них сейчас в моих руках. Флейта очень необычная. Вы знаете, я занимаюсь созданием окарин уже более 14 лет, с 2008 года. И эта окарина уникальна тем, что в таком размере, в таком звучании она у меня получилась первая такая. Минорная пентатоника и мои прообразы орлов, орлы, как я их называю, степные, они уже стали визитной карточкой моей мастерской. Самые востребованные, самые покупаемые. Вы знаете, даже иногда так получается, что приходится формировать список ожидания, и люди ждут. Потому что спроса много, качество растет, и любовь к этому инструменту также у меня растет. Ну, а как иначе? Тональность Си. Строй минорная пентатоника. Образ орла. Для меня орел это нечто, знаете, такое величественное, прекрасное, вдохновляющее. Может быть где-то даже угрожающее, ну, по-доброму, да. Это степная, вот степной орел, мастерская степной дух, это же про что-то такое широкое, про раскрытие сердца своего, раскрытие своей души. Про вольный ветер, который бороздит вот эти холмы, перепады, играет с травой, с цветами, где-то крики и пение птиц. Ну, в общем, для меня степь это как мама родная, потому что я в степи очень любил и продолжаю любить гулять. Я с детства гулял в степи и вдохновлялся этими образами. И когда начал создавать музыкальные инструменты, начал думать о том, как же мне назвать этот, вообще весь процесс и как же назвать мастерскую. И пришло название степной дух, оно просто вот вспыхнуло яркой такой вот звездочкой на небе. И сейчас, конечно же, я буду для вас играть, погружаться сам в просторы, в бескрайние просторы музыки и звучания флейты. Я добавлю эффект для того, чтобы придать сочности и сделаю запись потом без эффекта, чтобы вы могли оценить, как это может звучать без дополнительных каких-то вот ревербераций, эхо, просто в обычных домашних условиях. Добавляю эхо, добавляю немножечко сочности, делаю плавный, очень глубокий вдох, небольшая задержка, пауза и плавный, медленный выдох. Знаете, вот сразу медитация такая начинается. Добавляю эхо, добавляю эхо, добавляю эхо. Добавляю эхо, добавляю эхо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Тот случай, когда хочется смаковать каждую ноту Хочется взять и... Видите, даже чуть-чуть дыхания и она уже заводится, она прям погружает в эту глубину Правда, когда играешь, даже немножечко игры на этом инструменте позволяет просто... Все мысли вылетают и лично я погружаюсь в образы В образы, картины всей той природы, которую я когда-либо видел Я очень люблю природу, я считаю себя вообще природным человеком Я, знаете, я могу просто уехать с палаткой и жить несколько дней Жечь костер, готовить еду, играть на инструментах, просто любоваться на облака Смотреть за тем, как бегают муравьи, что-то там делают И просто этим сам напитываясь Приезжаю в мастерскую и просто с головой погружаюсь в творчество Для того, чтобы выразить все чувства, все эмоции, всю ту энергию Которая меня наполнила Это я стараюсь передавать через свои музыкальные инструменты Поэтому степной дух, поэтому флейты Флейты – это дыхание, дыхание – это ветер Это постоянное движение, вот это свобода, вот это вольность, полет И вот это окарина, да Класс, класс Я сам очень радуюсь, когда у меня получается что-то, знаете, такое Вот делаешь, что окарина какая-то вот особенная Эта вот окарина как раз-таки особенная И про нее столько вот чувств, эмоций, столько слов Сейчас будет запись звука без эффекта, как и обещал Чтобы можно было оценить, как она звучит в обычных домашних условиях Вкусно Вот прям вкусно Но для тех, кто досмотрел обзор до вот этой минуты, секунды Сейчас вам еще кое-что покажу Беру в руки еще одну окарину Это тоже тональность C Также стройминорная пентатоника Но вы, наверное, можете заметить, что размеры у них совершенно разные Это разные октавы Поэтому сейчас будет звук полифонический На двух окаринах в одной ноте В одном строе Но в разном диапазоне То есть разной высоты звучания Добавляю эффект Добавляю эффект И сейчас мы послушаем, как это будет Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот коротенький вариант звучания Как могут сочетаться две окарины в разных октавах Это на тот случай, если вы, например, хотите играть в группе Или, может быть, со своими родственниками Или, например, с любимой со своей хотите играть Берете две флейты И один задает бурдоном То есть звучание Где минимальное количество перебирания пальцами А второй задает уже, конечно, мелодию И получается такая, я бы сказал, тантра звука Где звуки всплетаются, переплетаются Кто-то солирует, кто-то, наоборот, поддерживает Кто-то, может быть, ушел в свои чувства, эмоции А кто-то выражает их А кто-то потом наоборот Ну, то есть это и есть, наверное, тантра звука Я так назвал это направление Когда мы взаимодействуем через голос, когда поем Либо же через музыку, когда звучим вместе Можно бесконечно рассказывать про окарины Я, как уже говорил, это дело очень люблю Но сегодня обзор такой получился Да, вот он в основном, конечно же, посвящен вот этой окарине Тональность Си Стройминорная пентатоника Царь окарина, да, царь орел Вот, и прозвучала маленькая окаринка в тональности Си Если обзор был полезен Если обзор вызвал чувства, эмоции Палец кверху, это мое вдохновение Конечно же, пишите комментарии Без них никуда Пишите свои чувства Если вас интересует вопрос Как приобретать мои инструменты Под видео будут координаты Там будет мой телефон, ватсап И, возможно, там будет инстаграм Дай бог, чтобы он дальше продолжал работать, конечно же С вами был я, Валентин Медведь, мастер окарин Подписывайтесь на канал И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok